Всем привет, Линни, здрасте, мать вашу, как же я вас давно не видел, а? Всем привет, с вами Войсы, и сегодня у нас мод под названием... Время приключений! Я не знаю, нахреная я ору так в 12 часов ночи, но... Что ж, о боже мой, какая протухшая курица, какая она чумная прям, не люблю того, что ты мне дала. Мне кажется, этот мод был бы хорошим дополнением к вашей какой-нибудь сумасшедшей сборке. Давайте начнем конкретно с того, что вот видите все эти предметы, я не буду их рассматривать, потому что мне надоело. Вы прекрасно знаете, где можно найти эти руды, вы прекрасно знаете, что с ними надо делать. Вы даже, я уверен, 98% из вас знают, как крафтить эти предметы, так как практически у каждого уже установлен мод на Тенап Айтемс, или еще какие-то моды крафтинга, которые помогут вам узнать, собственно, крафтинг данных предметов. Поэтому я не буду это рассматривать, это никому не надо. Знаете то, что если некоторые предметы вы не можете скрафтить, они попадают из определенных мобов. Вот и все. Я думаю то, что вы понимаете. Вот увидел леденец, нажал арк, вот увидел, нужна палка и конфетка. Что нужно для конфетки? Какая-то жвачка, которую вы подогреваете в печи потом. Что нужно для жвачки? Сахар и ведро воды. Ну все элементарно просто. И все это, каждый предмет вот так вот рассказывает. Ну блин, вы понимаете то, что это просто тупизм. И полная трата времени. Поэтому мы пролетаем эти все вещи. И, ну, если честно, мне очень понравилось то, что здесь. Ребята, это совсем не пошлая вещь. Это на самом деле травяной меч. В общем, здесь есть травяной меч. Какой-то бумажный меч. Пощечину можно давать какой-то металлической рукой с глазом зеленым. Я, если честно, не смотрел мультик. Да, поставьте мне еще за это дислайк. Войс, мы тебя ненавидим. Не смотрел ты мультик, я отписываюсь. Как это обычно бывает. На самом деле, я не смотрел мультик, потому что я не смотрю телевизор уже, по-моему, лет 5. Но, так или иначе, я решил специально для этого мода заклинуть в интернет и посмотреть, что же это за мультик. Я уже готов был раскритиковать его на нет. Сказать то, что, боже мой, вот в мои годы, вот мы смотрели там. Ну, в общем, да, я приготовился уже раскритиковать данный мультик. Зашел, посмотрел и, кроме дебильной разрисовки, по сути, ничего другого дебильного я не нашел. Да, сюжет, конечно, не ахти, но все-таки, мне кажется, это не такой уж тупой мультик. Я видел их хуже, на самом деле. Поэтому я, пожалуй, эту тему оставлю позади нас. Тем более, если я сейчас начну говорить что-то негативное по поводу этого, я же знаю, как у вас всех начнут бомбить, и вы сразу завалите там комментариями, какой я мразь, не люблю этот мультик. И да ты что, это же самое лучшее, самое лучшее творение из всех, что я видел когда-либо в моей жизни. Моей жизни, которая протекает уже вот в течение 10 лет. Поэтому ничего плохого об этом мультике не буду говорить. И погнали, давайте начнем, пожалуй, с того, то, что будем рассматривать мопов, и это самое интересное. Итак, здесь у нас их всего. О, как можете заметить, дайте я посчитаю, у меня... А, 10 штук, вот, и это уже хорошо. Нет, я мудак, 9 штук всего. 9 разных мобов. Снеговик не наш. Понеслось! Папам! Билли! Я не знаю, кто такой Билли, но, судя по всему, это что-то наподобие снежного человека, которому ампутировали ноги и вставили деревянные палочки вместо них. И еще у него из попы торчат какие-то штуки. Я не совсем понял, что это, но мне кажется... Ай, я даже не знаю, что такое. Мне просто захотелось убить Билли сразу же, как я его увидел. Ну, это я понял, что это какой-то старик, и все, что я буду нести по поводу данных мобов, будет полная чушь. Из Билли падает очень много всего. Это конкретно рука, и обычно, обычно, почти всегда, можно сказать, падает вот этот замечательный алмазный нагрудник, который замечательный. Я ничего сказать не могу негативного. И, кстати, с него падает рука, у которой присутствует максимальный урон, как я здесь заметил. Не у другого, любого... А, ну, кроме молота, конечно. В общем, у других оружий или такой же урон, или же урон, допустим, пониже. Это очень здорово, потому что взял эту руку, руку Билли и надавал пощечинам, я не знаю, курам каким-нибудь, которые тебя раздражают своим цветом. О, смотрите, видели мое солнце, да? Вот у вас такого нет, да, я недавно нашел. Хотя, я не удивлюсь, если уже большинство из вас уже давным-давно знает, что это такое. В общем, блин, по приколу, да, смотрят? А, ладно, не суть, а деляемся от темы. Би-е-м-оу. Боже мой, это такой маленький калькулятор или тетрис, или... Да, это, скорее всего, тетрис. В общем, это какая-то маленькая приставка, у которой есть глаза, руки, ноги. И оно меня раздражает, если честно. Своим видом я просто готов его закопать. Э, слышь, пацанчик, подойди сюда. Э, с какого района, э, слышь? Ну-ка, подойди сюда, давай пообщаемся. Мобила есть? Ну, ты сам вроде как мобила. Слышь, дай позвоню по тебе. Э, присядь-ка на курточке, пообщаемся нормально. Э, э, ты меня слышишь, эй, Вася, эй, аллоу. Э, раз на раз, эй, видишь, раз на раз, эй, давай сам. В общем, Би-е-моу, очень хорошая штучка. Мне он нравится, это, честно, миленько выглядит, а по мультику я смотрю, вообще прелесть какая-то. Я бы хотел себе такого, если честно. Он бы постоянно за меня делал что-нибудь, если мог бы он что-нибудь делать, да? В общем, так или иначе, мне нравится этот Би-е-моу, и пусть он бегает здесь. И здесь у нас Огненная Принцесса. Бжжжжж. Все поджигает на своем пути. У нее какой-то алмаз на лбу, или какой-то, я не знаю, рубин, бриллиант. В общем, она должна, по сути, по мультику, мне так кажется, выглядеть красивой. По Майнкрафту не совсем скажешь, что она красивая. И вообще, я думал-то, что это у нее калаш на голове какой-то, из которого вон можно стрелять. Но это просто оказывается такой эффект огня. Ну ладно, хрен с ним. Я и с этим согласен. Пусть эта девочка здесь бегает, нет, не будет она здесь бегать. Мы должны посмотреть, что из нее выпадает. Из нее, кроме огня, ни хрена не выпадает, поэтому мы пролетаем ее. Следующий моб у нас Ледяной Король. Он тоже веселый такой, маленький снеговичок с короной. Думает, дофига крутой, да, наверное. В общем, данный Ледяной Король не оставляет ничего, а по идее он должен оставлять... О, боже мой. Опять это ничтожество вылезло. Сдохни, пожалуйста. Сейчас заразишь мне весь мир. В общем... Яйцо ты, прекрати ты. Где мои... Пошло вон отсюда. В общем, этот Ледяной Король, как я уже сказал, должен оставлять ледяные блоки. Но должен оставлять, извиняюсь, снежные блоки. И может быть это из-за текстурпака или из-за еще чего-то. Но он их не оставляет вот здесь. Идем дальше. Джейк. Джейк, привет. Джейк собака, которая, я так понял, немножко, ну, с травкой переборщила. И, как вы можете заметить, упоролась. Я понимаю, Джейка бывают трудные моменты в жизни. Но, в конце концов, не до такой же степени зрачков даже не видно. Какая-то белая субстанция. В общем, Джейк интересный персонаж. Да и, не знаю, по-моему, какой-то бред. От двух ударов пощечины он просто откидывает коньки. И, по сути, вот и все. Вот и Джейк. Вот и попрощались мы с Джейком. Идем дальше. Здесь у нас Лич Кинг. Это самое дерзкое, страшное, кровавое, я не знаю, животное, которое... Ох, нихрена себе, рот закрой. Я не знаю, у меня чуть кровь из ушей не потекла. Ну, в общем, это очень странное животное. Страшный монстр, который вообще не должен жить, мне кажется, ни в мультике, ни в этом мире. На самом деле, я от него пересрался, если честно. Мне не нравится. Куда ты полетел? Упади, запарил. Да ты... Ой, ну-ка, стоять. Вы видели, да? Это... Этот монстр просто обладает несокрушимым здоровьем. Я ему пощечины раз пять, наверное, дал. Он все равно жив был. Если умножить это все на... Ну, примерно 70, 80, 90 здоровья у него точно есть. Самый страшный моб, который может постричаться вам здесь. Итак, идем дальше. И здесь у нас Нептр. Нептр это микроволновка. Я вообще не понимаю. Я не видел в той серии, которую я смотрел, эту микроволновку. Я не знаю, что она делает. Она выглядит очень безобидно, но странно в то же время. Я бы такое дома не хотел содержать. Это ошибка техники, мне кажется. Что это за... Вообще, ну чё ты такое? Ну кто тебя создал такую? Может быть, по мультику она и хорошая, и добрая. Но мне как-то не нравится она вообще. Ладно, пусть она стоит. И мы поставим, пожалуй, BMO рядом с ней. Потому что, может быть, они друзья? А может быть, они пара? Я не знаю. Не хочу вдаваться в подробности. Идем дальше. И следующий моб у нас... Принцесса Жвачка. Принцесса Жвачка. Принцесс Баблгам. Ну, Бублигум. Я не знаю. Как вы хотите её называть, называйте. Мне всё равно. В общем, я перевёл её, как Принцесса Жвачка. Чем она надувает пузыри? Через рот, через жё... В общем, она надувает пузыри, я так понял. Жиёт Жвачка. И вообще, я не знаю. Может быть, она вкусно пахнет. Её в мультике я видел. Но она там не разговаривает. Ну, как сказать. В общем, я видел серию, где, короче, Фину и Джейку подбросили мешочек с маленькими версиями их. И они, собственно, точнее, Финн брал и пытался изменить судьбу. Я не знаю, зачем я вам это рассказываю. Но, блин, я же должен рассказать вам, от чего я беру вот такие выводы. В общем, Принцесса Жвачка вроде добрая по сюжету. И вообще, все они добрые, по-моему, кроме этого Лич Кинга. А может, даже и Лич Кинг добрый, я не знаю. Сколько раз я сказал за этот выпуск слов, я не знаю, я не знаю. В общем, Принцесса Жвачка. Лич Кинг. Джейк. Вот он, вот он, наконец-то он снег выпускает. Всё нормально оказывается. Это просто фальшивая версия, я так понял, нашего Айс Кинга была. Поэтому, всё, как вы можете заметить, работает здесь нормально. Снег, видите, снегоблоки. Здорово. Что, уходи отсюда, ты мне не нравишься. Принцесса Пламя или Принцесса Огонь или Огненная Принцесса. Я не знаю, называйте её как хотите. Что дальше? Биэмо. Билли. И наш финальный, самый главный, самый главный персонаж. Это Финн. Финн, здравствуй. Мне кажется, Финн был боксёром, потому что передних двух зубов у него нет. Может быть, ему их выбили, может быть, он их потерял где-нибудь во Вьетнаме, но так или иначе, не нравится Финн, не нравится, как его сделали. Рюкзак не выглядит таким убогим. И шапочка эта его фирменная. И это глупенькое немножко лицо, которое вызывает смех. Да и вроде бы опрятно одет. Правда, голубое, но он же не голубой, я так понял. Да. В общем, вот он наш замечательный Финн. И Финн, по идее, должен выкидывать его фирменный меч, я так понял. Ну, может быть, не в этот раз. Может быть, вообще не выкидывает он этот меч. В общем, дорогие друзья, мне кажется, всё по поводу данного мода. И вот такие вот замечательные персонажи. Мне кажется, это просто супер. И Биэмо. Смотрите, какой маленький Тетрис. Он бегает в голубенький маленький Тетрис. Такие глаза у него. А, вот упади вниз, пожалуйста. Хочу тебя как питомца. Ну, куда ты рванул? Ну, микроволновка вообще от морозок стоит в воздухе. Уалли чуть-чуть напоминает. Помните? Или Волли? Как вы там на русском его называете? Я не помню. Я на английском смотрел. Не знаю. Волли. Волли. Эй, what the fuck? Ладно. На самом деле, Финн, я помню, хотел замутить. Вот с принцессой Бубльгум. Я не знаю, где, где этот странный единорог-сосиска или единорог-радуга или упоротый единорог тоже, потому что я не видел его зрачков. Но я помню, там был такой персонаж. Единорожка. Я не помню, тоже принцесса какая-то. Я не помню. Очень жалко то, что не добавили того единорога. Хотите увидеть этот последний раз луну или что? Да не надо мне дождь. Поставьте мне вот эту вот луну. Эта луна, на самом деле, это, мать его, земля. Это земля. Да, мы видели солнце. Тогда, где находимся мы? Оу. Финн? Финн, где мы? Финн? Финн? Вот я вру... Ох, нихрена себе этот ублюдок, оказывается, как бьет. Я тебя ненавижу, мразь. Ты чё, загаз-то у нас теперь, что ли? Паскуда. Может, поможешь мне курице? Блин, вот вам и, короче, эта мразь. Она, на самом деле, очень сильная. Я её уже ненавижу. Хуже даже, чем газ. Газ, по крайней мере, большой. В него попасть легче. А эта мразь вообще улетела куда-то. О, а Билли, мразь, оказывается, тоже атакует меня. Скотина. БМО. Привет. Он нас любит. Огненная принцесса? Боже мой, ты меня тоже любишь. Я тебя тоже люблю. Ледяной король? Тоже хороший, но они с огненной принцессой мочат друг друга. Вот и всё. Джейк? Джейк бьёт ледяного короля. Джейк, да ты молодец. Защищаешь девушек. Я уважаю тебя. О, мразь, я тебя нечаянно вызвал. Честное слово, пошёл отсюда. Эта убогая микроволновка, она союзник с нами. Ух ты, ух ты, чё ты? Я же... Моу, уху. А, ну и принцесса-живачка. Да, она меня любит. Любит. Блин, ты слишком высокая. Ух ты, нифига себе, ты зверь. Нифига, ты монстр вообще. Смотрите, как она летает, как молния. Ну, блин, вот все вот такие вот штучки интересные, наподобие их способностей, я предоставлю вам, ребят, чтобы вам было хоть немножко интересно играть в этот мод. Ну, вот, в принципе, всё, дорогие друзья. Я надеюсь, то, что вам понравилось. Если это действительно так, покажите мне свою любовь с помощью лайков, а также ваших комментариев. Если вы меня ненавидите, можете поставить дизлайк, я вас тоже ненавижу. С вами был Войс, увидимся в новых сериях. Пока-пока.